Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. На библейский портал Экзегет поступил вопрос, короткий, но трудный, важный. У меня плохие родители. Даже не вопрос о утверждении, вопрос как бы подразумевается, что делать, как жить, как исполнять заповедь о почитании родителей. Во-первых, христианская традиция учит нас различать грех и грешника, человека и поступки, которые этот человек совершает. И точнее было бы говорить, не человек плохой, тем более, когда речь идёт о родителе. А мой папа, моя мама, мои родители совершают плохие поступки. Как болезнь — это не то же самое, что человек. Человек не сводится к своей болезни, не сводится к тем проблемам, которые у него есть. Человек — это что-то большее. И грехи человека — это то, что его уродуют, то, что его делает духовно больным. Но надо отличать грех от грешника, поступок от самого человека. И вот как же быть, когда родители очевидно и явно совершают какие-то плохие поступки? Как их тогда почитать? Ведь заповедь, ещё ветхозаветная заповедь пророка Моисея, говорит очень определённо — «Почитай отца и мать». Там нет никаких условий. Почитай хорошего отца, хорошую мать, благочестивого отца, благочестивую мать, любящего отца, любящую мать. Нет. Любого. Почитай отца и мать, чтобы были долгими дни твои на земле. Как же нам исполнять эту заповедь? Как же почитать родителей в тех случаях, когда они явно совершают что-то очень нехорошее, когда причиняют нам боль, когда делают что-то позорное? И вот в Священном Писании есть очень ясный пример, как следует поступать в такой ситуации. Когда случился всемирный потоп, Господь велел праотцу Ною создать ковчег, корабль, и в этом ковчеге спасся Ной и животные, которых, по слову Божию, он принял туда, и члены семьи Ноя, его сыновья Сим, Хам и Иофет. И вот потоп закончился. Ной досадил виноградник, сделал вино и напился пьяным. Очевидно, он не знал о пьянящих свойствах вина. Есть разные версии, почему это случилось, но так или иначе, Библия нам прямо об этом говорит. Он выпил чересчур много, так скажем, и в пьяном виде, голый, валялся где-то на дороге. Позор! Что сделали дети? Хам подошел, стал показывать пальцем на своего отца, смеяться над ним, говорить, «Посмотрите, мой отец, голый, без одежды, валяется на дороге в таком свинском виде, а другие сыновья Сим и Иофет, они спиной, чтобы не видеть наготы отца, чтобы не видеть его позора, подошли, укрыли его одеждой». И вот это и есть тот образ, которому мы должны следовать, когда наши родители совершают что-то нехорошее. Не показывать пальцем, не смеяться нам нужно, не обнажать их грех, а подойти спиной, сделать вид, что мы этого не заметили, покрыть своей сыновней или дочерней любовью. Иногда нехорошие поступки родителей могут быть такими ранящими, что не получается даже иметь близкое общение с ними, и такое тоже бывает. Но тогда мы должны быть где-то на расстоянии, но говорить о своих родителях мы должны хорошее. О том, что плохое, нам об этом следует молчать. Вот постараемся как бы прикрыть грехи родителей своей любовью, своей благодарностью, какими бы они ни были, это те люди, через которых нам дана жизнь. Это те люди, которые стали дверью для моего вхождения в этот мир. Это те люди, из которых я сделан, и поэтому вот я не буду обнажать все грехи, а буду молиться о них, буду по возможности их поддерживать, помогать, а их нехорошие какие-то поступки буду покрывать своей дочерней или сыновней любовью. Такое христианское отношение.